Сегодня мы проведем встречу с нашими преподавателями и расскажем, как же выстроен наш образовательный процесс. Мы так много говорим о инновационном подходе в обучении и мы подробно расскажем, как мы учим, кого мы учим, какие технологии мы используем. И разрешите вам представить гостей нашей студии Максим Вячеславович Аршинов, технический директор компании Хайтек Групп, наш преподаватель и руководитель направления дотнет-разработки. Ирина Сергеевна Шахова, руководитель направления мобильной разработки в нашем институте ИТИС и наш магистрант, наш лучший выпускник и руководитель технологии лаборатории веб-разработки и веб-лаб и смарт-эдукейшн Артур Отнагулов. И я хочу вам представить нашего директора Института Информационных технологий и интеллектуальных систем Михаила Михайловича Абрамского. Успел? Успел. Спасибо, Афина. Да, мы сегодня вдвоем будем вести. И хотелось бы начать с таких вопросов. То есть, какие же к нам студенты на первый курс поступают? Что сложного представляется в обучении наших первокурсников или других курсов, ребят? Ирина Сергеевна, вы с самого начала ИТИС работаете в нашем институте, ранее высшая школа ИТИС, и в своей профессиональной деятельности уже видели многие поколения студентов. Что можете сказать? То есть, какие студенты к нам поступают, какие у них особенности? В чем сложности есть в работе и в обучении с ними? А может быть, где-то легко вам что-то дается? Ну, как раз по той причине, которую вы отметили, Ирина Александровна, что я с самого начала работаю исключительно в ИТИСе, наверное, об особенностях студентов мне сложно говорить, потому что мне не с чем сравнивать. Я не видела студентов других институтов, но могу сказать, что наши студенты, они всегда очень осознанные, то есть, у них всегда есть какая-то точка зрения по любому вопросу, иногда она очень категоричная бывает, но при всем при этом они всегда готовы обсуждать и, в общем, к диалогу какому-то они всегда открыты. Вот, сложностей, наверное, я не назову. Наверное, любая коммуникация, она непростая, все мы разные люди, с разными взглядами, вот, но как раз та особенность студентов, что они готовы обсуждать, рассуждать, думать, она позволяет эту коммуникацию сделать наиболее приятной. Вот, поэтому я не могу сказать, что мне с ними сложно или легко, мне с ними интересно. Спасибо большое. Артур, вы... Артуру придется отрефлектировать себя, видимо, сейчас, как человек, который тоже, кроме того, что не видел других студентов, хотя, может, и видел, но он является сам студентом и выпускником бакалавриата ИТИС, вот, придется, как это, погрузиться в рефлексию и сейчас. Да, и сказать немножечко, наверное, историю изнутри. Действительно, при поступлении в ИТИС студент сталкивается с множеством сложностей, и другая атмосфера, и, возможно, другой город для кого-то, но в нашем институте сложилась такая хорошая атмосфера, что помощь поступает не только от преподавателей, от которых, наверное, как-то сразу ждешь, потому что с преподавателями, там, в основном встречаешься в университете, они рассказывают новую информацию, учат новому, но и помощь также приходит и от самих студентов, это и занятия по тьютерству, так у нас называется практика, когда студенты старших курсов помогают студентам младших курсов изучать предметы на первом курсе, поэтому если у студента складывается какая-то сложная ситуация, он может прийти на эти занятия и узнать тему подробнее. Ну и, конечно же, работа в активе может помочь студенту как-то привыкнуть к студенческой атмосфере, ну и в целом вся атмосфера в ИТИСе, она очень дружелюбная, хорошая и способствует достижению хороших результатов в учебе. Спасибо большое. Ну, для слушателей мы напоминаем, да, что в нашем институте, в бакалавриате фактически только одна образовательная программа под названием «Программная инженерия», это один учебный план, но у нас студенты, попадая на этот учебный план, они получают возможность для специализации, возможность выбора своего развития. Есть такой термин образования, это майнер, вот можно считать, что у нас есть очень много майнеров. Это и мобильная разработка, веб-разработка, корпоративная разработка и так далее. И, собственно, как раз мы сегодня пригласили коллег не только даже в качестве преподавателей, тех, кто является наставниками проектов, но еще и представителей конкретных своих направлений. И вот хотелось бы вопрос сейчас задать следом такой, что почему студенты выбирают именно ваше направление, именно вашу лабораторию или, может быть, именно вас? Потому что ведь много есть факторов для того, чтобы выбрать специализацию. Сейчас вот вы, например, уважаемые клиенты, выбираете, куда поступать, но потом будете также выбирать, куда дальше идти, какие выбирать курсы, куда развиваться, потом куда идти работать. Вот я хотел бы попросить наших сегодняшних гостей поделиться, вот именно, может быть, тоже ретроспективно, почему в конце концов студенты выбирают именно вас, ваши технологии, вашу лабораторию, именно вас лично. Вот я хотел бы начать с Ирины. Почему выбирают нашу лабораторию? Мы всякий раз, когда делаем набор, мы, соответственно, тоже ребята об этом спрашиваем, в чем мотивация, почему вы идете именно к нам. Ответы бывают очень разные, и в основном фигурируют там два момента. Первый момент, конечно, это, скажем, денежный вопрос. Ну, не знаю, мне не кажется, что это там что-то стыдное, почему нет? Им хочется с самого начала смотреть на заработную плату. Это их решение, и в этом нет ничего страшного. На всякий случай, я прокомментирую, денежный вопрос, в смысле, зарплаты будущего специалиста, да, Ричор. Ну, вы можете тоже посмотреть статистику там на HeadHunter'е и увидеть, что там зарплаты начинающего мобильного разработчика, они, в общем, в первых рядах. Это один из критериев, которые ребята озвучивают при поступлении в лабораторию. И второй критерий, ну, вот их интересует разработка мобильных приложений для iOS и Android. Я бы, наверное, добавила еще один момент, который в свое время меня привлек в мобильную разработку. Это тот факт, что в мобильной разработке ты всегда максимально быстро видишь наглядный результат своей работы. То есть там ты потратил какое-то количество времени на то, чтобы написать вот там несколько экранов приложения, ты тут же можешь запустить его на мобильном устройстве и, соответственно, посмотреть там интерактивно, скажем, понажимать кнопки, попереходить между экранами, увидеть, почувствовать, потрогать результат своей работы. Спасибо. Я бы передал слово Артуру, при этом оговорившись, что, во-первых, Артур представляет, как было сказано, две лаборатории. Это объединение студентов по веб-технологиям WebLab и лабораторию Smart Education. Вот Артур главный там по технологиям, но он открыт в лаборатории Я. И поэтому хотелось бы как-то снять сразу вопрос про то, что, Артур, ну почему же у нас так хорошо все круто получается? Вот. Хотелось бы тоже спросить вопрос, чем руководствоваться при выборе направления, да, технологии или лаборатории в ИТС студент? Ну, я все-таки скажу про тот язык программирования, который мы изучаем. Это Python и разработка на фреймворке Django, на котором можно разрабатывать веб-проекты, то есть веб-сайты для широкого круга задач и в целом делать это достаточно быстро и качественно. Вот, возможно, этот момент привлекает студентов при выборе этой технологии и наших лабораторий. А эти две лаборатории, сами по себе WebLab и Smart Education Lab, различаются тем, что в Smart Education Lab мы стараемся сделать какие-то новые решения в образовании с использованием этих технологий и применить их в нашем институте и нашем университете. А WebLab занимает такую более широкую позицию и старается дать возможность разработать инструменты для разработчиков и инструменты для веб-технологий, для того, чтобы сделать мир разработки лучше, а затем мир в целом лучше. В целом веб-технологии сейчас очень быстро развиваются и, возможно, это привлекает студентов при выборе наших предметов. Спасибо, Артур. Ну, я ведь тоже слушаю, когда Макс выступает с презентацией и .NET направлений в своей лаборатории. Там один из слайдов, кто я, показывает свой аккаунт на Хабр-Хабр, а уже сейчас на Хабр, да? И, соответственно, после этого очень большое количество желающих к нему попасть. Но все-таки, Максим, почему направление, почему компания? В смысле, почему мы попасть на .NET? Не обязательно, можно почему, например, к Максу Оршину. А, ко мне. Ну, давайте я попробую поопонировать тогда. Действительно, то, что касается мобильной разработки, если посмотреть уровень зарплат, то они будут повыше, чем в вебе, но количество вакансий будет пониже. А вот количество вакансий на C-Sharp и на Java, оно будет совсем повыше. Я поопайту, оно сейчас не скажу, давно не сравнивал, но точно будет больше, чем мобилы. Так что это, ну, так из прагматичных соображений, да, давайте тоже об этом поговорим. То есть, ну, здесь можно эти два фактора учитывать. С точки зрения .NET, ну, лично у меня с ним сложилось во многом случайно, наверное, потому что, когда я еще заканчивал школу, C-Sharp только появлялась как язык. Вот я тогда немножечко умел программировать на C++, сейчас я совсем не умею. Тогда я считал, что немножечко умею программировать на C++. И кто-то мне сказал, ты знаешь, есть новый язык C-Sharp, и как-то вот меня с ним завязалось, и менять я уже не стал. Ну, так как приходилось как-то развиваться, что-то как профессионалу, то, ну, в какой-то момент, ну, появилась потребность учить других людей, появились какие-то статьи на Хаббр тот же, потом вылилось то, что появились какие-то конференции, на которых я начал выступать. Ну, и в общем, в мире .NET я действительно немножечко медийная личность сейчас такая. С точки зрения опыта в образовании, он для меня был тоже очень интересен, как опыт, ну, как бы из индустрии перенести в образование. Когда я этот процесс начинал, я, конечно, понимал, что это будет очень большой объем работы, но все равно недооценивал. То есть, ну, где-то, наверное, курс, я считаю, сейчас только устаканил, сколько четвертый год у нас уже идет. И вот через четыре года я считаю, что в курсе стало все на свои места. Более-менее я в следующем году не буду больших каких-то перестановок делать. Кстати, вот, ну, в прошлом году мы перевели, получается, три или четыре доклада по многопоточному программированию, по устройству процессора. Кстати, я очень, я очень несчастлив в том, что этого курса нету где-то на первом курсе. Было бы очень здорово, что если бы устройство процессора рассказывал не я и такие вещи. Я был бы очень рад, давайте так. Вот, и, ну, стараемся просто переводим, чтобы всегда курс был up-to-date. В этом году, соответственно, то, что по C-Sharp 9, тоже материалы о том, что появилось, зачем это надо, я также включаю в курс. Ну, в общем, наверное, сейчас я горд тем результатом, который получился. А самое интересное, что мы обсуждали еще с коллегами тоже, у меня один знакомый сейчас получает PhD в Норвегии. И когда я с ним обсуждал, какие, ну, какие варианты работы мы здесь в ITC делаем, выяснилось, что это вообще стандарт обучения в Северной Европе, что они так давно делают, у них так принято. Это, в частности, то, что говорили про тьютерство. Я так понимаю, что это почти любой преподаватель сразу понимает, что это очень классная штука, и мы тоже у себя внедрили. Командная работа, там, практическая, когда студенты работают группами, потом перестают, ну, перемешивание этих групп. Перевернутые пары, когда, да, кстати, у нас очень мало лекций сейчас стало, то есть почти весь материал мы перевели, записали это либо текст, либо видео. Надо прокомментировать, наверное, нашим зрителям, что перевернутый класс – это когда заранее дается материал лекции, да, и то есть время в аудитории тратится уже как бы со знанием дела. То есть вы приходите подготовленными к практической работе, а не то, что вы сначала заслушаете материал, записываете его, берете себе на дом, прорабатываете, потом только делаете. То есть так экономится куча времени именно аудиторной коммуникации с преподавателем по проектной тематике. Да, а во вторник вот была пара, как раз мы целое занятие провели как семинарское, потому что такое количество вопросов было. Началось с одного вопроса, мы, наверное, где-то минут 30 на этот вопрос просто вот один студент сказал, ну, так или так, и 30 минут мы один вопрос обсуждали. Если бы это были лекции, если бы студенты не могли подготовиться заранее, то просто не было бы времени для того, чтобы эти вопросы разобрать. Ну и спасибо компании JetBrains, которая все еще не платит мне деньги за постоянную рекламу их продукции. Она предоставляет лицензии как студентам, так и преподавателям. Мы все это собрали в U-Track, это система управления проектами. И теперь студенты вот на нашем курсе, они домашние задания задают в качестве задач в U-Track. Когда мы делаем групповую работу, мы делаем план проекта, это тоже в U-Track. И все те процессы, как мы устраиваем обучение, они максимально близки к тому, как люди будут вести работу уже на работе. То есть, грубо говоря, мы к окончанию курса уже знаем, что такое там учет времени, мы знаем, что такое декомпозиция задач, как там таски ставить, как их принимать. Все эти вещи мы тоже не длили в практическую работу, и, в общем, пока мне результат очень нравится. Спасибо, я только откомментирую про устройство процессора. Этот курс есть на первом курсе, но он факультативен. То есть, он может выбирать, а может не выбирать, пока такая небольшая группа набирается. Вот, можем это обсуждать. Слушайте, да, если кто-то… да, все, кто смотрит трансляцию, выбирайте устройство процессора на первом курсе. Это очень важно. Там устройство в целом, скажем так, как работают машины. Вот, и на самом деле… Нет, я хотел просто в комментариях Максима сказать по поводу обучения. То есть, действительно, наша цель в целом на каждом курсе специализированно приблизить немножко к тому, как вы будете работать. То есть, вы должны знакомиться с понятиями, как раз было сказано, это логирование времени на работу, это умение оценивать задачи, планировать проект. И вот, как раз-таки, про JetBrains я тоже порекламирую. Большое спасибо за образовательные лицензии, которые дают профессионалы продукты нам бесплатно. И мы их можем использовать на занятиях. Вот, у нас это дело массово используется и на курсах. И, кстати говоря, завершая еще пассаж про лаборатории и направления, как раз-таки напоминаю, что у нас в институте вы поступаете к нам с ЕГЭ математика, информатика и русский язык. То есть, информатику вы сдаете, математика профильная, но информатика, когда вы все уже сдали, перед началом семестра вы выбираете язык программирования для базовой информатики, на котором вы будете обучаться. У нас год основания TIS, первый набор, это 11-й год, у нас Java. В 16-м году мы в первый раз поделили на два потока, появился поток Java и поток .NET. И вот, начиная с этого учебного года, мы набрали первый курс, и это там был первый дебют Python потока, то есть по Python. Таким образом, сейчас на первом курсе у нас есть возможность выбрать себе первый язык программирования для изучения из трех. То есть, это Java, из которого уже, например, идет тот же самый Kotlin, который является сейчас очень известным языком в мобильной разработке. Это .NET, как раз-таки, про который говорил Макс, это Python, про который говорил Артур. Я передусловно, если еще вопросы... Я хочу еще продолжить, что ребята, когда поступают на первый курс, вот они делают выбор в пользу одного из языков основных, которые они изучают. Но в конце первого курса ребята уже слушают презентации тех специализаций, которые у нас есть. Вот наши коллеги, они представляют каждую свою специализацию. И тем самым, они, выбрав эту специализацию, у них на втором курсе выстраивается образовательная индивидуальная траектория через курсы по выбору. В четвертый семестр, то есть это зимой второго курса, ребята еще выбирают, можно сказать, тоже, как и проектный практик у них появляется. Это практика, которая проходит вот в рамках этой специализации, либо лаборатории. И после первого курса также есть уже производственная практика, где можно попробовать себя в качестве... Летом. Летом, да, летом после первого курса можете себя попробовать в качестве той или иной профессии, вашего направления, которое вас интересует. Ну, потом когда-то один раз вы сможете изменить ваш выбор. Вот ребята сделали выбор, например, в ваше направление, да, они получили определенный список курсов по выбору, с вами познакомились с компаниями-партнерами, которые являются тоже участниками данных специализаций, направлений. И как же выстроен вот образовательный процесс? Я знаю, что есть вот проектный практикум, есть курсовый. Может ли курсовая перерасти в дипломный проект? И насколько вот, может быть, сильно меняются тематики? Или вот расскажите, пожалуйста, о ваших нюансах. Да и вообще, какие они тематики? Да, и какие вообще тематики, то есть какие темы дипломных работ ребята пишут? Может быть, вы какими-то ребятами гордитесь? Можете вот поделиться, рассказать. Конечно. Ирина. Тогда начнем в хронологическом порядке. То есть мы со студентами начинаем работать, как Ирина Александровна отметила, с конца первого курса, когда в течение двух недель на летней практике они могут попробовать мобильную разработку. Попробовать посмотреть, насколько им это нравится или не нравится, чтобы понять, хотят они в дальнейшем продолжить с нами взаимодействие на последующих трех курсах или не хотят. А, соответственно, на втором курсе они начинают изучать особенности мобильной разработки в зависимости от того направления внутри лаборатории, которое они выбирают. Это iOS направление или Android направление. Сейчас у нас вот два направления. Мы обучаем так называемой нативной разработке. Я не буду, наверное, в нюансы того, что такое нативная разработка подникать. Почему? Давайте войдем. Почему нет? Нет, это вполне нормальные наши слушатели, которые, в принципе, выбирают. Они тоже, когда слышат про мобильную разработку, они спрашивают, а что именно? Поэтому можно уйти в нюанс. Мы тут уходим в нюансы, нормально. Ну, хорошо. Нативная разработка, то есть есть нативная разработка, есть кроссплатформенная разработка. Кроссплатформенная разработка заключается в том, что вы, скажем, пишете один и тот же код, который у вас запускается и на Android-устройствах, и на iOS-устройствах. А нативная разработка предполагает, что вы пишете код исключительно для одной операционной системы. Это либо там Android, либо iOS. Так вот, мы изучаем, значит, нативную разработку. Мы привлекаем практикующих разработчиков iOS или Android, соответственно, для проведения занятий в нашей лаборатории, потому что нам очень важно максимально актуальные технологии давать. Технологии очень быстро меняются. То есть мы, вот я работаю почти 8 лет в UTC, мы начинали преподавать сначала, это был язык Objective-C для iOS направления и язык Kotlin для Android, ой, язык Java для Android направления. Сейчас все кардинально поменялось уже, несколько лет мы там преподаем язык Swift для iOS и язык Kotlin для Android. И, соответственно, для того, чтобы нам максимально быть всегда в тренде, понимать, какие технологии, какие там фреймворки, библиотеки и так далее используются, занятия у нас ведут представители индустрии. И, соответственно, после первого семестра изучения начинается, продолжается и изучение тоже, но начинается еще и практика. На практику мы сейчас тоже привлекаем компании партнеров. В частности, сейчас у нас курируют практику на втором курсе компания Технократия, наши любимые. И, кстати, на первом InstaLife в таком формате был один из представителей компании, управляющий партнер, значит, Булат Ганеев. То есть можно посмотреть предыдущие выпуски. На третьем курсе у ребят все еще продолжается изучение. А, в рамках практики они, соответственно, занимаются разработкой мобильных приложений. То есть эта практика у них посвящена тому, чтобы они применили все те знания, которые они получили на занятиях на втором курсе, в разработке собственных индивидуальных мобильных приложений, от идеи, которые они предложили, до, соответственно, готового мобильного приложения. И в этом им помогают их кураторы из компании партнеров. На третьем курсе продолжается обучение и стартует практика, которая предполагает уже более серьезные разработки, которые в некотором смысле готовят их к дипломам. На четвертом курсе у нас уже нет как таковой привязки к лабораториям. У нас существует там привязка, скажем, к научным руководителям. И там уже в зависимости от того, насколько, точнее, какое решение принимает научный руководитель, только ли в его предметной области можно писать работу, или же можно писать работу, скажем, в каких-то смежных предметных областях, я для себя решила, что мне важно, чтобы ребята занимались тем, что им интересно. Если, скажем, они максимально прокачались уже в мобильной разработке и в рамках дипломной хотят попробовать что-то другое, машинное обучение и так далее, то я, собственно, только за. Мне главное, чтобы ребятам было интересно этим заниматься, поскольку мы понимаем, что человек максимальное количество сил готов потратить только на то, что ему действительно нравится, что он действительно любит. Примером дипломной работы в рамках мобильной разработки я бы, наверное, назвала это какая-то автоматизация процессов жизненного цикла разработки мобильных приложений. То есть это могут быть либо какие-то плагины, которые автоматизируют какие-то процессы. Например, как-то была работа, которая сейчас не связана, конечно, с плагином, но связана с автоматизацией процессов разработки мобильных приложений. Это, скажем, автоматизация создания интерактивных прототипов, когда по какому-то рукописному макету, то есть вы взяли листочек, ручкой разметили элементы интерфейса вашего мобильного приложения, и, соответственно, работа была посвящена тому, что вот эти вот рукописные макеты система переводила в интерактивный прототип, с которым можно было там взаимодействовать, нажимать кнопки и так далее. Вот, наверное, так. Спасибо большое, Ирина. Максим, вам слово. То есть как в вашей лаборатории проходит специализация ребят, какие дипломы пишут, как практика проходит? Расскажите, пожалуйста. Значит, давайте сначала, как проходит практика, а потом, какие получаются дипломы. Значит, как я уже говорил, в этом семестре я вроде бы поставил все на свои места, и у нас практика уехала с первого, с первого семестра второго курса на второй, потому что до этого получалось, что теории и практика как бы друг на друга наслаивались, а в этом семестре я решил как раз добавить то самое устройство процессора и еще что-то, и понял, что мы уже не влезаем, и перенесли по этому практику на второй семестр. И так удачно получилось, что и наш учебный план формальный, и раньше это было в формате курсовой, сейчас это стало в формате практики, и это еще и на учебный план стало так, там, где оно должно быть. Так что вообще, да, прям все идеально сложилось. Значит, поэтому как бы первый у нас семестр сейчас — это много домашних заданий, это мы просто закрываем все какие-то базовые вещи, ну, вот я такой называю первичной гигиеной, то есть мы учим все те приемы, которые дальше потребуются, некоторые инструментарии собираем. На втором курсе мы в этот раз подписали договор даже такой шуточный с каждой группой студентов, я как преподаватель обязуюсь выплатить 400 баллов в команде, там, из четырех человек, а четыре человека обязуются мне сдать работу в соответствии с планом, который они разработали. Это, собственно, сейчас у нас практика, и вот посмотрим у них по три демонстрации, посмотрим, как будет. Обычно все, в принципе, укладываются, хорошо сдают, и в том числе мы в этом семестре решили добавить тайм-трекинг, чтобы показывать, насколько те оценки, которые были даны студентами, насколько они адекватны. Это очень сильно поможет людям в будущем, потому что одна из таких больших проблем начинающих разработчиков — то, что я все сделаю там за выходные. Нет, разработки такого не бывает, вы ничего не сделаете за выходные. И лучше это прочувствовать за время учебы, насколько на самом деле сложно может оказаться то, что кажется очень простым, чем потом это выльется в бессонные ночи, в какие-то сорванные дедлайны или что-то еще. На третьем курсе мы то, что делали на втором, придется заспойлерить, конечно, но, в общем, половину того, что сделал, надо будет переделать по-другому. Потому что мы добавляем на третьем курсе еще немножко JavaScript, поэтому фронтенд мы переделываем на JavaScript. И если все будет нормально, то мы немножечко позанимаемся той самой кросс-платформной мобильной разработкой, потому что на Датнетте у нас есть замарин. И, ну, конечно, мы не претендуем, мы не позиционируем себя как курс мобильной разработки. Это такой небольшой там взгляд со стороны, что мы на Датнетте можем сделать и так. И то, что мы делали со второго курса, мы переделываем, используя другие технологии. Но если какая-то группа студентов говорит, у нас есть тоже какая-то идея, которая укладывается в технологический стэк, то тот образовательный проект общий мы можем отложить, и давайте делаем так же то, что вы хотите, вашу идею. Главное, чтобы мы также научились пользоваться инструментами, научились пользоваться там JavaScript, чтобы была какая-то мобильная небольшая веб-мордочка, которая общается с веб-сервисом. Так что так. То есть к концу обучения таким образом у студента уже есть некоторый кругозор. И дальше я здесь солидарен с тем, что не так важно, куда он пойдет именно писать диплом. Важно, чтобы у студента было это интересно. А дальше он может уже свои эти навыки применять. То есть, да, сделать какую-то автоматизацию, может быть, что-то, что помогает разработке. Вот один из дипломов был, мы дописывали набор анализаторов кода, ну, так, чтобы тебе среда, в которой ты работаешь, подсказывала, где ты ошибся, грубо говоря. Таких анализаторов уже очень много, но до сих пор есть определенные классы ошибок, которые просто, ну, ни у кого руки не доходят, вот мы взяли и дописали. Бывает, что автоматизируются какие-то бизнес-процессы тоже. Тогда есть акты о внедрении на предприятие таких дипломов. Что бы мне хотелось, что мы не можем сейчас делать по, ну, ввиду ограничений от Министерства образования, было бы очень здорово, если бы мог быть большой групповой диплом на несколько студентов. Потому что тогда можно было бы делать принципиально более масштабные задачи. Сейчас это, к сожалению, невозможно, но если вдруг поменяется законодательство в сфере образования, я буду это приветствовать очень активно. Ну, на самом деле, подвижки к этому есть, потому что сейчас обсуждается такая концепция, носящая интересное название «Диплом как стартапы». Есть достаточно разные точки зрения по этому поводу, вот. Но, тем не менее, если это где-то начнет внедряться активно, то это официально, то это будем именно мы, потому что у нас они возникают именно в разрезе технологий. Потому что, скажем так, в качестве диплома стартап в виде там магазина, который что-то продает, он нами принят не будет, потому что по уровню компетенции он не подходит. Но вот если это стартап какой-то в области разработки, то, в принципе, это обсуждаемо. И там как раз-таки могут возникать командные разработки, но это вот, повторюсь, этот формат на этапе обсуждения находится. Спасибо большое. И я передаю слово Артуру. И знаю, что вы также являетесь ведущим проектной школы для студентов первого курса. Может быть, тоже расскажете о принципах работы этой проектной школы. И что ребята делают в лаборатории, какие у них проекты, какие у них дипломы. Меняют ли ребята свои темы дипломных работ? Вот уже говорилось про проектный практикум, про практики и в компаниях, и в течение учебных занятий. И чтобы студента ко второму курсу как-то подготовить к этой деятельности, чтобы показать, как происходит работа в проекте, на первом курсе была запущена проектная школа. Она шла в ходе зимних каникул, в которой ребята объединились в команды и попробовали создать свои какие-то проекты в сжатые сроки за неделю, создать какой-то свой продукт. Это были и телеграм-боты, и мобильные приложения, и веб-сайты. И цель была такая, чтобы студенты поняли, как именно работать в команде. Потому что информатика на первом курсе, она строится вокруг изучения теоретических основ, вокруг изучения языка, работы компьютера и вот таких общих закономерностей, и не дает понимания, как работать в команде и как потом в дальнейшем взаимодействовать с другими людьми. Вот. Значит, проектная школа прошла, были сделаны несколько проектов, около 10 проектов. И теперь тоже в рамках факультативного курса первокурсники могут выбрать еще и введение в проектную деятельность. Это специальный предмет, на котором продолжится та же самая работа только уже в течение второго семестра первого курса. И в дальнейшем это поможет ребятам понять, как работает команда, как работает разработка в команде, и выбрать какую-то специализацию для себя, уже имея небольшой опыт в ней. Вот. Если говорить про дипломы, к сожалению, я не могу рассказывать у них с тем багажом опыта, который есть у моих коллег, но также хочется отметить диплом студента Ирины Сергеевны про рисование макета в мобильном приложении на бумаге, потому что в предыдущем году у нас, как и все в мире, происходило онлайн, и мы имели возможность посмотреть защиту дипломов не только своей группы, но и коллег из других групп. И это действительно была хорошая работа. Ну и также, с вашего позволения, наверное, расскажу про свой диплом, потому что в рамках которого я получил действительно много нового опыта и много новых знаний. Мой диплом был посвящен тому, чтобы ускорить разработку студенческих приложений и внедрению их в университетскую инфраструктуру. Когда студент пишет проект в рамках учебных занятий, в конце иногда возникает такая проблема, что у него нет возможности подключиться к каким-то университетским сервисам и запросить дополнительную информацию, как-то взаимодействовать с этой информацией. И вот мой проект старается улучшить ситуацию в этом плане, помогая развернуть приложение, автоматизировать этот процесс, улучшить еще некоторые моменты в разработке и таким образом помочь студенту немножечко улучшить процесс образования в своем институте, при этом находясь в рамках учебной практики и в рамках тех образовательных дисциплин, в которых он участвует. Вот, наверное, как-то так. Спасибо большое. И хочу нашим абитуриентам напомнить, потому что много вопросов поступает, сколько же у нас бюджетных мест, какие проходные баллы. На этот год у нас планируется 100 бюджетных мест на профиль технологии разработки программного обеспечения. Также в этом профиле будет 30 грантовых мест и 68 контрактных мест. И у нас открывается тот же дополнительный профиль, называется он также, но с применением дистанционно-образовательных технологий. Там предполагается 120 коммерческих мест. Это также очное обучение, только некоторые у вас предметы будут вестись либо онлайн, либо вы будете изучать уже готовые дистанционные курсы, которые есть. Стоимость обучения у нас определяется в конце весны-начале лета и обычно поднимается на 5-6 процентов, процент инфляции, который устанавливается Центробанком. В прошлом году у нас стоимость обучения 145 500. То есть мы ожидаем, что около 153 тысяч будет стоимость обучения. Передаю слово Михаилу. Так, ну, еще хочется напомнить о том, что есть сайт, во-первых, есть сайт ИТИСа, kpfu.ru. Там есть раздел «Поступающим», где вся эта информация есть. Второе, есть сайт приемной комиссии Казанского университета и вообще абитуриент.kpfu.ru. Это сайт, где вы подаете заявление онлайн. И вообще весь процесс поступления вашего университета, он предполагает исключительно дистанционную форму. То есть мы в прошлом году полностью было дистанционно, я не вижу, в принципе, пока причин, чтобы это было по-другому. Но мы объявим максимум, что нужно это принести вовремя оригинала. Или снова, как в прошлом году, достаточно будет просто подписать заявление о согласии, когда вы решаете окончательно выбрать, например, наш институт, где вы будете обучаться. Коллеги, у нас мы перевалили за экватор, уже даже немножко ушли дальше, осталось время примерно на два вопроса. И вот всегда любят наши слушатели, студенты, они на самом деле очень часто идут на личный опыт. То есть, вы же знают, зрители такой парадокс, что они говорят иногда студенты, у меня там математика, у меня там это, они говорят, у меня там Аршинов, у меня Арсланов и так далее. То есть вот хотелось бы немножко про вас спросить, уже, правда, что-то уже звучало в процессе, все-таки, а почему вы оказались в информационных технологиях, почему вы, как они вас нашли, почему вы решили сделать этот выбор, может быть, какой-то там у вас по пути было изменение вашего решения. Ну и, собственно, самый вопрос главный, все-таки все здесь присутствующие, имеют отношение к преподаванию, почему вы еще и преподаете или организовывать учебную деятельность. Пожалуй, снова возвращу Артуру. Так, ну, свой путь в IT я начал еще в школьные годы, участвуя в проекте IT Jump, где как раз-таки проводился похожий формат, как в нашей проектной школе «Теперь», в рамках которого тоже собирались команды из тогда еще школьников и разрабатывались какие-то проекты. В дальнейшем я понял, что мне это интересно, поступил в ETS, и уже там понял, что мне интересно не только разрабатывать программы, не только там работать с компьютером на каком-то более глубоком уровне, но и преподавать, потому что я как раз-таки участвовал в тютерстве, то есть помогал младшим курсам познавать там конкретно информатику на C-Sharp. И мне нравится объяснять какие-то вещи другим, и поэтому я сейчас вот продолжаю, вернее, даже начинаю свой путь в серьезном преподавании таким вот образом. Поэтому IT для меня это, ну, сейчас уже неотъемлемая часть жизни, которая мне очень нравится, и я думаю, что в дальнейшем так все и будет происходить. Спасибо. Максим. Скажу, что мы с Максом знакомы, наверное, с присутствующих очень давно. Мы заканчивали одну школу, еще и в одну параллель учились, поэтому я видел какое-то движение к IT, но потом я думаю, что Макс завернет музыкальную сферу, в которой тоже есть достаточно большой опыт, вот, но все-таки мы знаем его как большого специалиста в области разработки, поэтому, собственно, расскажи нам. Ну, да, действительно, как-то с программированием что-то начало получаться, наверное, в школе, и, как у многих других школьников, когда стал вопрос, куда поступать, ну, так, ну, получается, программировать, ну, наверное, надо. Надо, значит, вот, либо в МК, ну, либо, там, КАИ, я пошел в КАИ на четвертое, так случилось. Вот, действительно, в какой-то момент у меня были такие сомнения, не заняться ли, там, музыкой, но объективно все, что касается IT, у меня получалось лучше, и это, ну, все равно тебя подталкивает очень сложно, очень сложно делать то, в чем ты видишь, что ты не можешь быть лучше других, когда, ну, гораздо приятнее заниматься тем, в чем ты хорош, хорош. И второй момент, за музыку просто никогда мне не платили, и чтобы как-то финансировать эту деятельность, мне приходилось работать и заниматься другим интересным делом, которым у меня было, и, в общем, постепенно, постепенно выяснилось, что, ну, разработкой я стал заниматься гораздо больше, чем музыкой, хотя вот сейчас я подумываю не получить ли второе высшее образование, на этот раз закончить просто музыкальное училище. Мне кажется, что это будет очень интересный опыт, надо в сорокет, мне кажется, туда идти, примерно в этом возрасте. Ну, в общем, случилось как-то так. А потом, ну, как-то ты работаешь в одном месте, в другом, вот. Была, наверное, некоторая череда событий, где мне надо было больше, чем какому-то другому кругу лиц вокруг меня, я старался это больше получить. Ну, не в том плане, что вот, речь не только о финансах, а, грубо говоря, делать что-то более масштабное или делать что-то лучше. То есть у меня вот есть какой-то некоторый перфекционизм, мне очень важно, ну, знать, что то, чем я занимаюсь, это сделано на достаточно высоком уровне качества. Ну, иначе я как-то, не знаю, плохо себя чувствую. Нравится мне делать вещи хорошо, вот так. И в какой-то момент это привело просто к тому, что случайно так случилось, что мы открыли собственный бизнес, потому что тот стартап, в котором мы работали, он оказался финансово не справился, в общем, он со своими задачами по финансам. Стал вопрос либо увольнять людей, либо решать финансовый вопрос самостоятельно. Мы решили решить вопрос финансовый самостоятельно. А потом в какой-то момент кадров стало очень сильно не хватать, и мы решили попробовать, а что, если мы будем учить людей, и таким образом кадров станет больше. Я вообще думаю, что эта ситуация с кадрами, она… Мы еще не на дне, я думаю, что мы вот на дно погрузимся через какое-то время, когда с айтишными кадрами будет совсем все плохо. И, ну, вот такие симбиозы бизнеса и образования, видимо, это то, как будет выглядеть вообще образование в России, наверное, и в мире в ближайшее время. Я вообще думаю, что, видимо, образование станет полностью платным, как это в США, например. В эту сторону сейчас все движется, и просто объективно, по-другому, очень сложно обеспечить качественное образование. Вот называли сейчас стоимость обучения. Я приятно удивлен такой низкой стоимости обучения. Когда я считал, сколько можно сделать техникум, даже не вуз, а техникум, в котором будут готовить каких-то айтишников, у меня получалось, что стоимость обучения, чтобы это было качественно, ну, где-то полмиллиона в год. Это вот, ну, если ужаться везде, очень дешево сделать, у меня получалось на коленке полмиллиона. Я подумал, нет, это все гиблое дело. То есть это должно, образование все-таки должно быть государственным, ну, частно государственным как-то, но без доли государства это невозможно сделать. Так что те, кто поступают сейчас, у вас прям очень отличные возможности. Это, если вам кажется, что это дорого, это на самом деле дешево. И дальше, я думаю, что будет сложнее. Так что, ну, такая идея. Спасибо. Как ни странно, тут про музыку почему-то добавлю, что понравилась идея, во-первых, то, что вот сказал Максим про планы, но вообще учиться вообще никогда не поздно, потому что все здесь присутствующие так или иначе переучивались в течение своей жизни чему-то. То есть вот все буквально, даже мы с Ириной, вот, и коллеги, мы все после окончания университета чему-то переучивались. То есть технологии, например, которые в том числе я использую в занятиях, я их не знал, когда закончил университет, потому что у меня был другой профиль в образовании. Вот, поэтому это не страшно, и к этому надо быть готовым. Ну и вот есть такая шутка тоже у меня, что все сидящие имеют отношение к музыке, потому что, значит, вот Максим участвовал в том числе в одной известной, по крайней мере, в Казани группе. Значит, Артур у нас был звукорежиссером какое-то время, 4 года, все 4 года. Нет, я хотел еще добавить, что мое знакомство, такое непосредственное знакомство с ИТИС, началось, на самом деле, на хакатоне в ИТИ-парке в 2014 году, где Михаил Михайлович Абрамский с утра исполнял какое-то произведение на фортепиан. Да, это был ИТИ-парк, это был хакатон, и был хакатон, который вот ты весь день и всю ночь, и с утра там почему-то ставил пианино в ИТИ-парке, ну вот и как-то душа повела. Вот Ирина Сергеевна тоже имеет некоторый опыт в участии в вокальных коллективах. Ну, это тоже командная работа, в конце концов. Иногда нам кажется так, что командная работа, команды делают многие вещи хорошо и в ИТИ, и в музыке. Ирина Сергеевна, собственно, личный опыт. Да, помимо вокального коллектива еще 8 лет музыкалке. Фортепиано? Ну нет, я никогда не задумывалась на самом деле о том, чтобы связать свою жизнь с музыкой. Для меня не было, вот у нас там, допустим, одногруппники боялись каких-то экзаменов. Для меня вот больше не было страшнее экзамена, чем экзамена в музыкальной школе, особенно там какого-нибудь концерта в музыкальной школе, где ты один выходишь, стоит фортепиано, и там еще 500 человек в зале, боже, нет, никогда. Да, я бы хотела, конечно, сказать, что там мой текущий выбор – это осознанный и так далее, но на самом деле это какая-то череда случайностей. Выбирая факультет для поступления в свое время, это был там либо IT-факультет, в частности, вот ВМК, либо лингвистический, то есть, ну, очень разные какие-то направления, хотя лингвисты могут со мной не согласиться, и я, наверное, согласна, что лингвистика и математика, они близки, в общем-то, в некотором смысле. Вот, но на самом деле IT-сфера, мне кажется, уникальная история. Почему? Потому что, ну, во-первых, понятно, да, что нет никаких границ в плане территориальности, то есть вы можете сидеть там с ноутбуком, имея интернет, там, в одной точке света, в другой точке света и так далее, но я хотела сказать о том, что здесь как будто бы нет границы предметной области, то есть там, не знаю, нейробиология, нужны IT-инструменты, искусству тоже нужны эти инструменты, то есть фактически, будучи IT-шником, как будто бы открывается возможность попробовать себя вообще в любой абсолютно предметной области, и, по-моему, это вообще совершенно потрясающая история. Спасибо большое. На самом деле, сегодняшняя встреча очень душевная получилась, и вы рассказали не только об образовательном процессе в IT-ис, как вы работаете, какие наши студенты, но и о себе лично. Это еще мы с Максимом не рассказали, как мы выступали в школе на концерте одном, ну ладно. Спасибо вам большое за этот искренний рассказ, и буквально одно предложение от вас, как пожелание будущим студентам, что бы вы хотели пожелать, вот одно предложение. Всегда желаю и абитуриентам, и студентам, которые приходят, пожалуйста, найдите то, что вам нравится, потому что это, наверное, самое сложное. Когда ты знаешь, что тебе нравится, ты уже можешь, скажем, что-то там планировать, ставить цели, задачи и так далее, двигаться в сторону своей цели. А самое такое удручающее и страшное, когда ты не знаешь, что тебе нравится, и вот я бы пожелала понять, что вам действительно хочется, чем вы хотели бы заниматься. Спасибо большое. Артур, буквально одно предложение. Что бы вы пожелали абитуриентам? Старайтесь, просите о помощи, если она вам нужна, и стремитесь к цели. Если вы ее уже нашли, а если еще не нашли, то обязательно находите ее и тоже стремитесь. Спасибо. Да, я сформулировал. Если вы думаете, что ваши родители безнадежно устарели и ничего не понимают, отложите эту мысль, вернитесь к ней лет через 10, возможно, вы поменяете свою точку зрения. Спасибо большое. Хотелось пожелать нашим абитуриентам, в принципе, заниматься своим любимым делом и выбирать то, что вам нравится, потому что поступать куда-то только потому, что вам так сказали или вам кажется, что это будет перспективно, это не очень хорошо. Не разобравшись, вы себя можете обречь на неинтересную учебу. Вам это будет, в принципе, не нужно, вы будете испытывать сложности, поэтому выбирайте направление просто с душой, чтобы в будущем вам нравилось то, чем вы занимаетесь. Я напомню название нашего направления – программная инженерия. Мы ждем вас летом. 09.03.04, бакалавриат. Ну и магистратура, в принципе, тоже у нас есть, если нас слышат уже будущие выпускники. Большое спасибо за сегодняшний инсталайф. Спасибо большое. Идин Александр, у нас сегодня первый раз в роли ведущего. Тоже, вот, может быть, в паре будем везти, может, отдельно. Коллеги, мы встретимся на наших новых инсталайфах. И еще у нас день открытых дверей. Когда? 27 марта, совсем скоро, в 14.00. Мы ждем вас по адресу Кремлевской, дом 35, на 13 этаже. Но также этот день открытых дверей будет у нас транслироваться онлайн в нашем аккаунте в инстаграме. Большое всем спасибо за внимание. Большое спасибо нашим дорогим гостям-преподавателям, что нашли время в графике. Сейчас мы вместе пойдем в наше здание. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин